чтобы житницы наши были полными. У нас, когда холодильник был пустой, я, знаете, открывала его и просто провозглашала, житницы будут полными, ты обещал. И это применимо, да, если для нас сейчас непонятно овцы, ну, причем тут овцы и мы, да, но вы переносите это на свою жизнь, потому что эти обетования были написаны в той культуре и в той эпохе, но то же самое это сейчас. То есть мы плодородные, наши холодильники полные, такие, что мы можем приглашать людей, да, у нас есть все самое необходимое для жизни, такое, чтобы делиться можно было, на работе у нас благословение, да, начальники наши благословлены, и просто мы провозглашаем, применяя для нашего времени. Давайте мы сейчас помолимся за наши финансы, а прям давайте мы это место сейчас провозгласим для нашей жизни. Да будут житницы наши полные. Какие житницы вы хотите, чтобы были полные? Все, ну-ка давайте, перечисляйте, какие все. Гаражи? С машинами? Ангары с самолетами. Гаражи и машины. Еще какие? Кошельки. Еще. Вот у меня, когда нечем было детей кормить, я подходила к холодильнику и говорила, житницы мой холодильник будет полный, да. Да. Да плодятся овцы ваши тысячами. Ну, это про бизнес, наверное, да. Пусть размножается нас, расширяется наш бизнес, не в десятки, а в тысячи раз. Тысячами и тьмами на пажетях наши. Ой, тут прям уже миллионы. И да будут валы наши тучные. Не просто, да, какой-то там такой бизнес, который совсем вот-вот разрушится, а чтобы тучность была, да. Да не будет расхищения, да, чтобы не было проверок, да, Саша Володин? Чтобы не было никаких проверок и расхищения во имя Иисуса Христа. Сейчас будем молиться за это. Чтобы все украденное, что вернуло, сейчас будем молиться, долги, да. Все, что, знаете, было потеряно там, может быть, во время пандемии или еще каких-то проверок, чтобы все вернулось. Не пропажи, да. Все, что, если у кого-то была какая-то пропажа материальная или не только эмоциональная, все вернется. Не вопли на улицах наших. Аллилуйя. Блажен народ, у которого это есть. Кто блажен сегодня? Аллилуйя. Аллилуйя. Все это будет у нас. Уже есть. Аминь. Есть. Мы сейчас будем это провозглашать. Давайте мы поиграем немножко, помолимся, и я передам микрофончик. Да. Аллилуйя. Давайте встанем. Слава Богу. Помолимся за это. Боже, Господь. Мы сегодня приходим к Тебе, Господь, и мы хотим видеть все это в наших жизнях, Боже. Потому что Ты есть Бог великий, Господь. И не дай нам ущемлять себя. Когда-то я видела, что, знаете, все богатство, оно в руках евреев, да. Евреи – это дети Божии. И я тогда сказала, ну, я дитя Твое, Господь. И я хочу, чтобы те знания Ты вкладывал в нас, вот эту веру, в то, что мы дети своего Отца. И у нас есть эти умения, эти знания. Мы можем их применять в жизни. Мы можем расширяться. Ты сказал, что за все отвечает серебро Божие. Когда у нас есть финансы, мы можем двигаться. Мы можем еще больше расширяться. Мы можем расширять Царство Божие на этой земле, Божий Господь. Мы провозглашаем полные житницы. Мы благословляем расширение нашего бизнеса в тысячи и тьмы. Тьма тем, да, тем, тем, тем. Большое такое расширение, что мы даже об этом боимся подумать. Мы даже это не можем сейчас увидеть, Господи. Дай нам в духе эту веру, Божий Господь. Дай нам эту веру двигаться в Тебе, Господи. Не ограничивать нас своим неверием, Божиим. Для того, чтобы мы были дающими, благословляющими, Божиим. Когда мы можем, Боже, Господь, помогать сиротам. Когда мы можем приехать в дом для престарелых, Господи. И привезти, Боже, целую машину, разгрузить. И сказать, это угощение вам для праздника. Порадуйтесь, когда мы можем в коспись прийти и сказать, и открыть, и сказать. Мы хотим быть благословением. Вот вам там вкусняшки, вот вам подарки. Порадуйтесь, Господи. Чтобы мы не были какими-то ущемленными, Боже, Господь. Прямо сейчас Господь приходит, Господи. Это полнота, Господь. Боже, Господь. И удалить все последствия, может быть, неправильного, Господи, нашего финансового воспитания. Когда мы говорили, что те, у кого есть финансы, это мошенники, спекулянты, скряги и так далее, Боже, Господь. Мы говорим, что мы дети царя. И ты дал нам эту возможность, Господи, быть богатыми, счастливыми, радостными. Но самое главное, иметь это богатство, благословляй других. Делиться с другими тем, что у нас есть. Не зажимать. Боже, я прямо сейчас разрушаю всякий дух потребления в нас. Поиметь от другого. Поиметь то, что приобрести то, что не мое. Во имя Иисуса Христа пусть это просто уйдет из христианства. Дай нам быть щедрыми. Потому что ты сказал, что к щедрым приходит еще большее благословение, Боже. Дай нам быть щедрыми, дающими, Господи. И я благодарю тебя за то, что наша церковь, она щедрая церковь, Господи. За то, что мы можем быть благословением для других, Боже. И я благодарю тебя за людей, которые приходят сюда и служат. Служат на кухне, служат, Боже, моют полы. Потому что это тоже щедрость. Потому что это щедрость души. Те, которые убирают, Боже, Господь, в палисаднике. Потому что это щедрость. Когда мы видим нужду друг другу, помогаем, подкрепляем. Это щедрость. И, Боже, Господь, убери всякую скупость, Господи, на уровне Духа, нашей души и на уровне наших, Господи, финансов. Аллилуйя. Во имя Иисуса Христа, Божий, благослови и приумноши эти финансы. Аминь. Глазин. 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 Мы тот народ, у которого Господь есть Бог Мы тот народ, у которого Господь есть Бог Постань, Господь, и рассеются враги твои Все ложные волки исчезнут с лица земли Постань, Господь, и рассеются враги твои Все ложные волки исчезнут с лица земли Все ложные волки исчезнут с лица земли Мы тот народ, у которого Господь есть Бог Мы тот народ, у которого Господь есть Бог Постань, Господь, и рассеются враги твои Все ложные волки исчезнут с лица земли Постань, Господь, и рассеются враги твои Все ложные волки исчезнут с лица земли Все ложные волки исчезнут с лица земли Все ложные волки исчезнут с лица земли Слава Богу! Присаживайтесь еще на пару минут Присаживайтесь!